Приветствую тебя! Ты находишься на территории канала Фантома Шоу и сегодня тема пойдет о интересных историях о биткоин. Вполне возможно, что ты их уже слышал, но они реально интересны. И вот некоторые из них истории я читал в нас в новостях, некоторые истории проходили через меня лично. В общем, на это стоит обратить внимание. Начнем с самого интересного того, что, скажем, я слышал на территории Москвы, в одной из новостроев, которые построили, случилась вот какая вещь. Жильцы заселились туда, и им пришел счет за электричество. Они не прожили даже месяца, точнее, не прожили один месяц, и за месяц пришел счет за электричество, как будто они прожили там полгода. Да. Начали разбираться с этим делом, что же происходит. И не могут найти источник. Откуда же идет источник электричества? Откуда идет источник? Почему мы так много платим? С чем это связано? Через какое-то время поисков в подземной парковке этого дома были обнаружены замурованные майнинг-фермы. Да. То есть строители, либо подрядчики, либо неизвестно кто там находился, замуровали фермы во время строительства. То есть все люди, которые, скажем, строили дома, находились там, в любом случае строители были к этому причастны. А чья это была идея, самих строителей, прораба, либо подрядчиков, либо нанимателей, это уже, конечно, неизвестно. Но факт в том, что успели на этом заработать весьма неплохо. Это одна из самых таких интересных, актуальных историй. Была еще история в Белоруссии, одни молодые ребята сняли себе гараж недалеко от военной части. Протянули кабель через речку 5 километров прямо до этой самой военной части. Медный кабель толщиной с мою руку для того, чтобы добывать халявное электричество. Установили себе асики, ну и вообще различные фермы на видеокартах. Все прямо в гараже. И продолжалось это тоже несколько месяцев, пока в конце концов не вычислили, что бляха-муха, что же происходит. Куда же зряется все наше электричество, куда же оно все пропадает. Оказывается, умные, молодые, перспективные майнеры решили срубить бабла по-быстрому. История эта закончилась уголовным делом. То, что я знаю, то, что прошло мимо меня, знакомые знакомых или друзья друзей, назовем это так, был один знакомый знакомого по имени Никита. Никита решил построить ферму. Хорошую ферму. Никита обеспеченный парень. Нашел в себе товарища, который ему помог. Никита в итоге сколосил на этой ферме 27 тысяч долларов. 27 тысяч долларов, если не ошибаюсь, то это было произошло за полгода. У Никиты произошел конфуз и нервный стресс после того, как 27 тысяч долларов бесследно пропали с его счета. И нету. Ну, что бы ты чувствовал, если бы, зайдя на один прекрасный день, на свой счет, обнаружил у себя одни нолики? Сказать, что бы я расстроился, это ничего не сказать. Я бы, наверное, забухал. Что с Никитой сейчас как бы неизвестно, занимается он сейчас этим или нет. По большому счету, никто не знает, где Никитос, как его дела, занимается он майнингом, либо он спрадал ферму, либо... Ошибка Никиты в том, что ему нужно было выводить деньги на холодные кошельки ежемесячно, либо обналичивать эти бабки. То есть смотреть и радоваться тому, что у тебя сейчас есть деньги. Это, конечно, здорово, это приятно, это лелеет твое сердце и душу, но ежемесячно нужно выводить деньги на холодный кошелек, либо обналичивать их, потому что деньги имеют способность растворяться. Если не хакеры, если не какие-либо умельцы эти деньги могут украсть, то самое простое может произойти обвал курса биткоина, либо другую криптовалюту, которую ты майнишь, либо ты покупаешь, либо добываешь она способом. Не суть. Еще один способ, о котором я хотел с вами поделиться, что же это не способ, а одна история, о которой я хотел поделиться, был у меня знакомый по имени Иван, и у Ивана был биткоин. Он его заработал. Он его заработал на бирже, на торгах. У него был целый биткоин. Долго он над этим делом трудился, достаточно долго, да, это происходило. Он его сделал, потом биткоин упал, упал до трех тысяч, и Ваня решил, ну, был сначала пик, все вы помните, когда-то он стоил двадцать тысяч, если не ошибаюсь, это был семнадцатый год, потом он упал все меньше, 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 и в итоге он рухнул до трех тысяч. В итоге Ваня решил не продавать, а оставить себе. В пикантной ситуации в том, что когда он все-таки решил его продать, он продал его за четырнадцать тысяч, а через две недели биткоин скоканул на сорок тысяч. С тех пор Ваня никто не видел. То есть уже прошло около двух месяцев, и где сейчас Иван, что с ним, неизвестно. По моему мнению, Ваня забухал. Ну, представляешь, он упустил двадцать шесть тысяч. Обидно, пацану? Очень досадно. Я больше, чем уверен, что пацан расстроен, и... Блядь, двадцать шесть тысяч он мог получить, а получил четырнадцать. Поэтому истории с биткоином очень-очень интересны, очень разнообразны. Допустим, одна из таких историй... Если не ошибаюсь, это, по-моему, на территории Соединенных Штатов. Там есть парень, у которого на холодном кошельке находится в долларом эквиваленте 250 миллионов долларов биткоинов. Да, да, да. Миллионер. Но он приобрел себе такой кошелек, который при неправильном внесении десяти паролей форматируется. И все содержимое на этом кошельке превращается в ноль. Парень ввел восемь паролей. Восемь. Сейчас сидит и чешет голову и жопу. Что же ему делать дальше? Восемь паролей оказалось неправильных. Он не помнит пароль. По сути, у него есть деньги. Но их сразу же и нет. Что ему делать? Он не знает. Может быть, он будет обращаться к компании. Может быть... Ну, нужно поднять все возможные средства этому парню. Все возможные задействия, все возможные ресурсы. В том числе обратиться к разработчикам этой компании для того, чтобы извлечь эти деньги. Потому что либо пан, либо пропал, как говорится. Сам я лично решил заняться майнингом еще в 2020 году. Это было. Точнее, не в 2020 год. Хотя, да. Начало 2020 года. Я решил заняться майнингом. Присматривал фермы, которые на тот момент продавались. Но фермы на тот момент продавались весьма неплохие. Да, можно было что-то купить. Я открывал доску объявлений куфра для того, чтобы посмотреть, что там есть на данный момент. Но ничего не купил. А теперь, когда я заложу на куфр на данный момент, там 10 объявлений. И то, наверное, количество объявлений сейчас сократилось. Потому что в 2020 году, в начале 2020 года, там было объявлений 100. Но тьма тьмущая. Покупай не хочу. В другом городе, в соседнем городе, в соседнем дворе. Ферма была тьма. Произошел оба курса. И ферм продавалось очень много. Было неликвидно майнить. Потому что количество электричества превышало количество добываемой криптовалюты. И в связи с этим, майнеры начали продавать свои фермы. Я не купил себе ни ферму, ни видеокарту. Ничего не приобрел. Когда жареный биткоин клюнул в одно место, само собой, ферм уже как таковых нет. Я поездил, посмотрел то, что есть. Узнать. Посмотреть, что есть на данный момент. Две фермы. Две фермы продавались за 2000 долларов. И одна и другая. Она чуть больше. 2200. Они добывали в долларной эквиваленте на данный момент около 350-400 долларов. За электричество пришлось бы отдавать где-то около долларов 50. Но. В чем пикантность данной истории? Пикантность в том, что видеокарты стоимостью по 150 долларов сегодня продаются по 500. И это бэушная. 150 долларов продавалось в 2020 году. Это новая видеокарта. А бэушная видеокарта. GTX 1080, допустим, она продается уже за 500 баксов. Это бэушная. Вот такая вот история. Ну, я не остановился и решил отправиться на поиск асиков, которые сейчас на данный момент находятся тоже на рынке. Оказывается, оказывается, появилось большое количество кидалов. Я связался с одним парнем из Москвы. Он продавал асик S19, который вырабатывает 110 тарахэш. Да, 110 тарахэш он вырабатывает. Он продавал этот асик за 2800 долларов. Он говорит, что ты деньги мне давай, заказывай, а их потом привезут. Если учесть то, что сейчас январь, а впереди февраль. И февраль у нас китайский Новый год. И месяц простоя будет без вариантов. То есть асик могут привезти в марте, может быть в мае, а может быть летом. А тогда эта стоимость будет уже не актуальна. Но, 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 парень говорит, деньги давай за 2800. Я полез на Алибаба на Абдову СА для того, чтобы посмотреть, сколько же стоят эти асики. Асик на Алибаба S19. Количество от 10 штук стоит 2800. От 10 штук продает китайский завод-производитель. А этот чел толкает тоже за 2800. Один асик в едином количестве продается за 3200. Да, 3200 долларов. А пацан говорит, за 2800 купишь у меня. Деньги давай сейчас, я тебе напишу расписку, там все дела. Если надо, приеду в Минск, возьму деньги, напишу расписку и уеду. Ну, то есть кидалов сейчас на этом поприще, на этом, на этом хайпе развелось такое большое количество, что встрять, попасть на бабло элементарно. Либо, допустим, скажем, вы будете покупать майнинг-ферму, она бэушная, понимаешь, бэушная. Никто не дает себе гарантию того, что она отработает день, месяц или год. Этого может не произойти. Из фермы выжимаются все соки. Все соки. Ферма работает 24 часа в сутки в течение из года в год. Человек, допустим, отбил ферму, вышел в плюс и решает скидывать свою ферму. А как она будет работать у себя и будет ли она работать? То есть, да, я приезжаю в городе Гомере, смотрю, что происходит. Вопросов нет, она работает. Она функциональна, она дееспособна, она приносит хешрейт, она приносит бабки. Насколько она будет функционировать у меня дома или у тебя дома, этого уже не знает никто. И гарантию, само собой, тебе никто не даст. Поэтому попасть на бабло во время хайпа чрезвычайно просто. Китайцы сейчас отгружают асики, видеокарты с заказом на несколько месяцев вперед. То есть, допустим, скажем, ты внес бабки сейчас в январе. А ферму, либо сообщайся к ферме, видеокарты, асики, они отборозят тебе, допустим, в марте или в мае. Ну, деньги нужно отдать сейчас. А будет ли в марте или в мае такой же хайп на криптовалюту? Неизвестно. То есть, есть такой трейдер, Герчик. Смотрел я за него. Трейдер занимается трейдерством в течение уже 20 лет. Ну, и он сейчас говорит, что сейчас очень ликвидно и волатильно заниматься трейдерством с криптовалютами. Очень, очень доходно. Но он говорит, что даже в этом случае я бы не рисковал себе приобретать биткоины. По одной простой причине, потому что многие кричат, многие орут, многие верещат, бия кулаком в грудь о том, что биткоин будет стоить 50 или 100 тысяч, или даже полмиллиона. Со слова этого трейдера он говорит, что никто этого не знает. Я на рынке нахожусь уже в течение 20 лет, на рынке различных акций, биржевых сводок, индексов, золота, серебра и в том числе криптовалют. И никто этого не знает, будет ли биткоин подниматься вверх или опускаться вниз. Это всего лишь человеческое мнение. Кто тебе сказал, что он будет стоить 50 тысяч? Кто? Кто? Откуда он знает? Кто это знает? Да это никто не знает. То бишь, из данных историй ты можешь сделать свой вывод, что крипта так же надежна, как и ненадежна. Ты можешь сорвать куши очень-очень существенно. Допустим, я в свое время скупал крипту еще в начале 20-го года, потому что я понял, что денег тогда, на тот момент, как бы у меня не особо было, на покупку фермы и майнингами не занимался, поэтому я потихоньку по 20, по 10, по 30 долларов я скупал крипту. Эфир, сам биток, ну и различные. Тот же самый Ripple я покупал, Litecoin я покупал. Да, они выросли, да, конечно, я приподнялся в деньгах. Очень приятно. Безусловно, очень приятно. Но! Самое главное, вовремя продать. Если ты не успел продать, тогда, как я вижу, смысла продавать дальше нет. Потому что биткоин постоянно, так же, как и вся криптовалюта, то опускается до плинтуса, то поднимается до небес. И так как этот знакомый Иван попал на деньги, так и ты можешь попасть на бабло.